Шумиха не утихает. Вторую неделю в редакциях региональных СМИ обсуждают распределение бюджетных средств на информационное освещение деятельности правительства. Сумма грантов порядка 30 миллионов рублей. В этом году бюджетные деньги распределили среди 114 региональных СМИ. На что будут потрачены средства и какими проектами удивят жителей масс-медиа, расскажет Анастасия Куклева. Главный редактор газеты «Аргументы и факты» Игорь Погорелов обсуждает с коллегами темы статей будущего номера. Работа в редакции кипит, ведь благодаря выигранным средствам по грантам многие амбициозные проекты воплотятся в жизнь. Мы приняли участие в четырех направлениях, я считаю, что они социально значимые. Разрабатывали эти проекты, мы проводили мозговой штурм, как мы можем помочь нашему министерству печати рассказать о наиболее значимых проблемах. В этом году издание выиграло грант сразу по четырем социально значимым проектам. Всего же участие в конкурсе информационных проектов приняли более 300 СМИ региона. Денежные суммы достались 114 претендентам. Финансовая поддержка была оказана тем, чьи проекты направлены на решение социальных проблем. Отнесли к таким и проект нашего телеканала «Рука помощи». В рамках социальной акции мы помогли десяткам беженцам из Украины найти на территории региона временное жилье и устроиться на работу. Также в рамках проекта нами был организован сбор констоваров для школьников из Украины. Мы помогаем беженцам, детям беженцев. Например, к началу учебного года мы дарили им констовары. С помощью представителей министерств мы объясняем беженцам, как лучше обустроиться, как правильно оформить документы. Ну и сами с помощью спонсоров помогаем людям, живущим в пунктах размещения региона. Также среди проблем, которые требуют внимания СМИ, борьба с наркоманией и беспризорностью, ненадлежащие исполнению родителями своих обязанностей. С призывами вести здоровый образ жизни и не оставаться безучастными к бедам других. Именно такие пропагандистские цели задавались соискатели мигрантов. О социальной направленности проекта «Хочу семью» говорит и куратор одноименного проекта. Он реализуется на канале ТВ-центр не первый год и существует во многом благодаря поддержке бюджета. Бюджетные деньги, которые получает наш телеканал, мы целенаправленно тратим на социальные проекты. У нас на телеканале есть проект «Хочу семью». В этом проекте мы рассказываем о детях, которые остались без попечения своих родителей. И всячески стараемся сделать так, чтобы эти дети нашли свой дом и нашли свою семью. Отличительная особенность подобных проектов – привлечение внимания к проблемам социума. И полное отсутствие рекламы. Члены жюри стараются распределить бюджетные средства между теми СМИ, которые могут наиболее эффективно их использовать. Люди, которые этим занимаются в силе своих должностных обязанностей, они квалифицированные, они порядочные, они заинтересованы в эффективном использовании бюджетных средств. А речь идет именно о бюджетных средствах. Особое внимание при распределении правительственных грантов уделялось проектам, направленным на пропаганду патриотических идей. В преддверии 70-летия Победы эта тема очень актуальна. Однако подобных проектов на конкурсе было не так много, поэтому все они получили поддержку членов конкурсной комиссии. В этом числе оказался и наш телеканал. К юбилею Победы мы покажем цикл сюжетов о ветеранах Великой Отечественной и расскажем об их подвигах. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.